Здравствуйте! Добрый день! Откуда вы? Из Павлодара. А вы на каком языке в основном говорите? Ну, вообще, конечно, на русском. Я могу на нескольких языках. Но в частности, в Казахстане на каком языке говорите? Естественно, на казахском. Казахском? Да, конечно. А вы? Мне больше удобнее разговаривать на русском языке, потому что казахский язык для меня больше как... Ну, он национальный, конечно, я родилась здесь, но мне неудобно разговаривать на нём. В основном на русском, но понимаю казахский. А вы? Я тоже на русском. На русском. На русском. В основном на русском. I use Russian language. На русском и на казахском. На русский. На русском. На русском. На русском. 50 на 50. Где приходится, там и на русском могу, где на казахском. То есть, я нормально умею с этим. И на том, и на другом. На русском. На русском. Мне удобнее на русском. Такого, что нужно обязательно говорить на языке той республики, где ты живешь. Ну, не все говорят на русском, очень много кто. У меня, допустим, дочь в совершенстве владеет казахским. Ну, раньше же были СССР, когда еще во времена 18-18 века, когда Российская империя сходила в казахское ханство, началось вот это все, и наш язык почти что стерли. Я думаю, это так родители пребывают, а так старое поколение учит казахскому. А вы как считаете? Ну, мне кажется, здесь персонально, просто у нас родители лично учились в русской школе, и вот мы тоже, получается. Ну, честно, скорее всего, не знаю, но я думаю, у каждого есть выбор, как говорить. Допустим, я хоть и говорю на русском, но проживаю в Казахстане, сейчас я учу вот казахский язык. Вот, ну, я считаю то, что без разницы на русском, на казахском как. Но я думаю то, что люди должны знать казахский. Потому что это с СССР началось. И так, как наши родители разговаривали на русском, учились на русском, вот почему. Ну, это все остатки от СССР, вот, где все говорили на русском, и русский был самым основным языком. Мне кажется, потому что мало контента на казахском языке, больше на русском, и даже в самом ютубе нету каких-то ютуберов, которые бы заинтересовали нашу молодежь, говоря на казахском. Так как это очень легкий язык, как по мне, и русского народа тут очень много, и он очень сильно распространяется. Потому что у нас русскоязычных очень много. У нас в Казахстане, получается, очень много людей из других стран из-за этого. Русский — это общенациональный... Основной язык. Основной язык, да. Потому что я считаю то, что русский — это много... язык, на котором разговаривают многие национальности, поэтому у нас используют русский язык. А вы как думаете? Ну, почти так же, да. Потому что так легче. И то, что все знают русский, мне кажется. Получается, мы были раньше в составе СССР. То есть с тех пор имеете в виду... Да, то есть я имею в виду то, что в основном у нас тут много приезжих с СНГ, да, то есть с других стран. И в основном у нас тут как такого нет казахского языка. То есть кто-то на русском разговаривает, кто-то на казахском, кто-то на другом еще языке. Думаю, наверное, для казахов, ну, для казахов люди, русскоговорящие люди, они как более интеллигентно чувствуют себя. То, что когда переселение было? Я думаю, потому что больше все-таки населения русских. Ну, я думаю, это из-за того, что уже народ русифицированный. И многим легче говорить на русском. Потому что русские языки говорят в Казахском языке. Мы яhmу из СССР. Мы янули monks в Казахском языке. Мы училище на русском языке. Я думаю, что русском языке было в Казахском языке. Мы училище в Казахском языке. Я думаю, что вы иностранец, это как если вы прилетели в Россию, вы должны знать русский. Это как, надо же, если вы прилетели в Казахстан, надо знать казахский. Наверное, да. А какой бы вы совет дали иностранцам, которые приезжают в Казахстан, какой язык им выучить, русский или казахский, чтобы жить в Казахстане? Жить? Ну, если жить, то, конечно, казахский. Если просто попутешествовать, то, наверное, русский. И сами же земли казахские, они русские, так что лучше стоят на казахском. Межнационально вообще нет. Я тоже считаю, что русские. Я думаю, что, скорее всего, казахский. Думаю, казахский все равно. Это же наш национальный язык, потому что мы в Казахстане живем. Еще надо учить русский язык по-любому. Это английский знаю. Некоторые знают, а некоторые в этом местности не знают. Так что, я думаю, сложно будет. Все-таки русский поможет. Ну, сейчас, на данный момент, я думаю, что все равно русский, потому что, если даже человек знает казахский, он знает и русский. А те, кто знают русский, они не знают казахский. Ну, мне кажется, можно выучить оба языка. Ну, раз уж они в Казахстане, то можно выучить казахский, ну, как бы, благодаря латинскому алфавиту. Мне кажется, им так будет более полезнее и понятнее. Скорее всего, русский. Я думаю, русский. Русский. Многие разговаривают на русском, потому что здесь в основном везде молодежь разговаривает на русском. Ну, я думаю, что русский, потому что тут большая часть народа говорит на русском. Тут больше русскоязычное, то, скорее всего, на русский. Мне кажется, русский. Я думаю, лучше стоит учить сразу казахский, потому что по-любому казахский это, ну, типа уважение к Казахстану вообще, наш родной язык. Хорошо. А вот чтобы жить, например, в Казахстане, они могут прожить, зная казахский? Да. Как им теперь разговаривать с русским, например, зная казахский, но русский? Ну, вот это уже проблема будет. Я не знаю, как они будут жить, не зная русский, но на первое время, я думаю, им лучше стоит сначала изучать казахский, потом уже русский. Ну, вот это уже было разговаривать с русским. Продолжение следует...